Вот наши батареи совершенно холодные, замерзаем, днём немножечко потеплее, к вечеру у нас сильно прохладно и мы одеваемся в тёплые кофты. Настенный термометр Анны Александровны вновь показывает 15 градусов. С начала отопительного сезона, признаётся пенсионерка, батареи в квартире ни разу не были тёплыми. Впрочем, мёрзнут в 165-м доме сейчас все, у кого нет электрообогревателя. Спим одетые, во всё тёплое, что только можно, на себя одеваем. Я вообще очень люблю тепло, очень холодно в квартире, но обогреватель включаю, электроэнергия мотает. Жить в новом доме без тепла – это нонсенс, говорят жильцы. А между тем, в объявлениях на подъездах сообщается, что запуск тепла в квартиры состоялся с 20 по 21 сентября. Вы только аккуратнее здесь сидите, потому что здесь везде такая тема. В подвале дома вода стоит с лета, говорит ещё один житель, Павел Стрелецкий. А после попытки управляющей компанией «Город» запустить отопление, её здесь было ещё больше. Тогда вышел из строя один из узлов системы. Горячая вода затопила подвал и бойлерную, в которой в сантиметрах от пола стояли электронасосы, подающие теплоноситель в стояки. Вот здесь должны стоять два насоса, которые отвечают именно за подачу отопления. То есть как бы сейчас их сняли, отдали наши люди с нашего дома, просто сняли на экспертизу. Экспертиза подтвердила то, что они всё сломаны из-за того, что их причинили затопление. Жильцы говорят, поломки насосов можно было избежать, если бы управляющая компания своевременно отводила воду из подвала и проверяла оборудование. Та же аварийная помпа в нужный момент не сработала, но в управляющей компании «Город» утверждают, действовали оперативно. Акт готовности дома к отопительному сезону есть. Виновником того, что полетели насосы, считают застройщика дома, компанию «Селф», специалисты которой с браком установили обратный клапан. По этому поводу «Город» уже готовит иск в суд. Ну а жильцам, ввиду форс-мажорной ситуации, на покупку новых насосов предлагают скинуться по 2700 с квартиры. Ну а кроме нашей редакции, по поводу правильности действий управляющей компании, жильцы дома Поваровского обратились в жилищную инспекцию. Специалисты отдела жилнадзора свое слово должны будут сказать в 20-х числах октября.